МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также открыт расчетный счет для оказания благотворительной помощи. Газификация регионов России, газовый контракт с Китаем и ситуация в Украине. В Газпроме состоялась встреча Алексея Миллера с журналистами страны. Сегодня в Москве состоялась встреча главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова с ректором МГУ Виктором Садовничем. Говорили о современном развитии вузовской системы образования, оказании поддержки талантливой молодежи. Стороны договорились об участии Карачао-Черкесии в проекте МГУ университет без границ, цель которого объединить в сетевом образовательном пространстве на площадке МГУ несколько направлений непрерывного дистанционного образования. Также было принято решение подписать соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования между Карачао-Черкесией, МГУ и Российской академией наук, предусматривающей реализацию совместных мероприятий, проектов и программ в образовательно-научно-технической, промышленной и туристической сферах. Решили, что это произойдет в ходе визита ректора МГУ в Карачао-Черкесию на открытие Кавказской горной астрономической обсерватории МГУ, которая намечена на начало сентября. Также в рамках визита в МГУ Рашид Тимрезов осмотрел уникальные экспонаты земляного музея, познакомился с историей строительства и развития одного из самых крупных и престижных университетов в мире. Сегодня день единения народов в Карачао-Черкесии. К жителям республики обращается глава Рашид Тимрезов. Культура, традиции, обычаи и общие духовные ценности народов в Карачао-Черкесии тесно переплетаются друг с другом. Поэтому наши стремления к единению, миру и согласию на территории всей нашей республики продиктованы самой историей. Мы все одинаково хотим расти детей в счастливой, благополучной и комфортной для жизни родной Карачао-Черкесии. И самое главное, в наших силах воплотить все добрые стремления и начинания в жизнь. В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, счастья, мира и спокойствия всем жителям Карачао-Черкесии. День единения особенного внимания заслуживают те результаты и достижения, которым республика пришла за минувшие 23 года. Какие переменные, произошедшие в Карачао-Черкесии, особенно знаменательные, мы узнавали у жителей и гостей республиканской столицы. Сейчас у нас очень город красивый стал. Много детских площадок, фонтаны красивые, улучшение жилищных фондов, улучшение для детских садиков сделано. Но мне нравится в нашем городе, я люблю его. Столько сделали для отдыха, такой парк, оборудовали все красиво очень. Детям есть где покататься, с внуками ходим. Очень хорошо все, спасибо, что сделано так все хорошо. Зеленый остров, много асфальтов, цветы, детям есть где побегать. Дороги улучшаются. Освещение хорошее, много чего делают, хотя много еще чего нужно делать. Очень красивый город стал, особенно наша вот эта улица Первомайская. Раньше она была очень такая незрачная, сейчас очень хочется отдыхать, походить по ней. Даже вот мы, работники, выходим каждый обед, прохаживаемся туда-сюда. Красиво, цветы очень красиво, ухаживает хорошо, чистит хорошо, убирает хорошо. Всего заметный город стал. У нас Черкесску лучше стал, намного. Изменили его. А что делилось? Ну, там, короче... Аллею сделали, длинную. Много что восстановили. Поменялось, сегодня в городе Черкесске город преобразился, стал гораздо лучше. За относительно короткое время, даже можно по этой улице определить, можно по улице Добатора, там для детей много всего появилось. Также республика в целом делает дороги, и вообще очень благодарны нашим депутатам, правительствам нашей республики, очень здорово все. К лучшему меняется город. Вот парк, смотрите, сделали еще. Три-четыре года назад здесь было не так, было грязно. Город, кстати, был очень грязный, очень чистый стал. Зеленый остров, спортшколы открываются, стадионы делают. К лучшему все идет. Постоянно улучшаются, как бы, общественные вземы отдыха, дороги улучшаются. Ну, есть еще недоработки, я думаю, это все сделают в кратчайшее время. Другие вести. Вот уже несколько дней, как в поселке Доба на базе спортивно-оздоровительного комплекса с одноименным названием развернут пункт временного размещения для беженцев из Украины. Пункт рассчитан на 400 человек. Сейчас в нем проживает 336 вынужденных переселенцев. Накануне с ним встретился глава Карачао-Черкесии. По итогам беседы дал ряд поручений представителям республиканской и муниципальной власти. Во временном доме беженцев навестила и наша съемочная группа. Репортаж Алихана Лепшокова. Лишенные родного дома, изгнанники, нет хуже наказания. Таковой стала судьба переселенцев из юго-восточных областей Украины. Спортивно-оздоровительный комплекс Донбай стал для них новым домом. Власти Карачао-Черкесии постарались организовать хорошие условия для проживания и для досуга детей. А их среди беженцев – 132. После размещения, конечно, подготовили уже ужин, приготовили все. Здесь, наверное, уже посмотрели, все необходимое есть. И всех могут обеспечить необходимым. Здесь, знаете, большой спортзал, есть чем детям заниматься. Они могут им… сказали, что досуг организуют деткам. Артем Маншелин из Донецка на момент вооруженного конфликта проходил службу в вооруженных силах Украины. Его отправили выполнять боевую операцию в восточную часть страны. Но Артем отказался принимать участие в военных действиях. Не захотел воевать против своего народа и вынужден был покинуть родину. Нереально это для меня – стрелять по своему другу, по своему брату, по своему родственнику. У меня друзья в ополчении, я не смог по ним стрелять. Поэтому Россию просто и переехал. Встретили – необычно, конечно. Я не ожидал такого, знаете. Когда ты понимаешь, что дома у тебя уже все нет, и попадаешь в такую атмосферу, где тебя встречают, скажем, уважаемого гостя, это очень приятно. Сразу психологическая разгрузка прошла. Всем им пришлось оставить на родине родных, близких, дома, имущество. Им тяжело говорить о происходящих в Украине событиях. Для вынужденных переселенцев организовано всестороннее жизнеобеспечение, необходимая медицинская помощь, материальная и информационная поддержка, связь с родственниками, находящимися в зоне военного конфликта. Федеральная миграционная служба ведет работу по учету и оформлению статуса прибывших. Оказывается помощь специалистам психологической службы МЧС. Рассматривается возможность трудоустройства. Как отмечает медперсонал, обслуживающий переселенцев, серьезных нарушений со здоровьем у них нет. Специалисты психологической службы МЧС России сопровождают временных переселенцев при транспортировке, при встрече в аэропортах, при размещении в пунктах временного размещения. Хочется сказать, что состояние психоэмоционально пострадавших достаточно стабильное. Острые стрессовые реакции случаются достаточно редко. Большего внимания психолога требуют малолетние дети, грудные дети, дети от года до полтора, года до пяти лет. И, наверное, большего внимания требуют пожилые люди. Прибывшие граждане Украины постепенно начинают привыкать к новым условиям жизни. Для многих из них Карачаева-Черкесия стала приятным открытием, где они с восхищением отмечают чистый воздух горных местностей, а также отзывчивое и доброе отношение жителей. Алихан Лепшоков, Аслан Баташев, Вести Карачаева-Черкесия, Дамбай. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова открыт расчетный счет для оказания благотворительной помощи вынужденным переселенцам из Украины, находящимся на территории республики. Его реквизиты вы можете узнать на официальном сайте главы и правительства Карачаева-Черкесии. Адрес вы сейчас видите на своих экранах. На собранные средства будет оказана адресная целевая помощь, переведены предметы первой необходимости. Кроме того, согласно решению рабочей группы правительства республики по оказанию содействия вынужденным переселенцам, в городах и районах республики будут открыты пункты приема гуманитарной помощи. И вот что мы расскажем во второй части нашей программы. Газификация регионов России, газовый контракт с Китаем, ситуация в Украине. В «Газпроме» состоялась встреча Алексея Миллера с журналистами страны. Мобильный телефон, благо цивилизации или средства для обогащения мошенников. В республике участили случаи выроства с банковской карты. Даже свой профессиональный праздник они встречают на своем посту. День работников госавтоинспекции. Вести встретились одними с них. Об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами на канале «Россия». Открылся новый магазин «Мир обоев». Широкий ассортимент обоев от разных производителей. Жидкие обои, декоративное панно, багеты, карнизы для штор и многое другое. Ждем вас по адресу. Город Черкенск, улица Ставропольская, 97, магазин «Мир обоев». Мы в прямом эфире и продолжаем выпуск. В Москве в головном офисе «Газпром» прошла встреча руководителя компании с главными редакторами средств массовой информации России. Алексей Миллер рассказал о стратегии развития «Газпрома» как глобальной энергетической компании. Пообщался с журналистами и ответил на интересующие их вопросы. Смотрите подробности. Встреча руководителя «Газпром» и редакторов региональных СМИ проходила в головном офисе компании. Здесь собрались журналисты практически со всех регионов страны. Вопросы газификации в Карачао-Черкесии всегда были приоритетными. А за последние два года в республике произошли серьезные изменения. В рамках соглашения главы республики Рашида Тимрезова с главой «Газпрома» Алексеем Миллером идет активная газификация Карачао-Черкесии. Построенный, введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сторожевая преградная». В Зеленчукском районе завершено строительство газопровода высокого давления, что позволило газифицировать не только первые объекты туристско-рекреационного комплекса «Архыс», но еще и пять населенных пунктов района, в которых никогда не было природного газа. Проведен газопровод и в Урубский район. Совсем скоро придет голубое топливо в курортный Домбай, а для детей уже построены 10 спортивных площадок. Согласно плану газификации Карачао-Черкесии, который утвержден главой Карачао-Черкесии Рашидом Тимрезовым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, газификация населенных пунктов республики будет завершена в 2017 году. О выполнении программы газификации регионов России, а также развитии электроэнергетического и нефтяного бизнесов «Газпрома» и о многом другом говорили на традиционной ежегодной встрече руководителя компании и главных редакторов региональных СМИ. Присутствовали более 300 представителей ведущих электронных и печатных изданий практически всех субъектов России. Вопросов было много, но большая их часть была посвящена внешнему рынку. В частности, говорили об экономических перспективах контракта «Газпром» с Китаем. Но больше всего журналисты волновали вопросы, связанные с ситуацией в Украине. Сегодня Украина без сбоев обеспечивает транзит газа из России в Европу. Но уже осенью «Газпром» ожидают проблемы, заявил Алексей Миллер. Проблема заключается в том, что Украина не закачивает в полном объеме газ в подземные хранилища. Чем это грозит? Это грозит тем, что о так называемом несанкционированном отборе из украинской тропы иногда говорят о доброство, иногда какие-то другие слова используют. Мы, по-видимому, можем услышать осенью этого года. Вероятность такого сценария чрезвычайно велика. Сегодня заявка на транзит в Украине исполняется полностью. Но именно вот эта проблема не закачки газа в ПХГ, она сейчас ни широкой публике, ни потребителям просто-напросто не видна, но станет очень остро буквально в течение ближайших нескольких месяцев. В завершении встречи Алексей Миллер поблагодарил представителей средств массовой информации России за объективное освещение деятельности компании «Газпром». Светлана Казиева, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Москва. Виртуальные деньги и безналичный расчет. Удобство этих видов платежей почти для всех, кто ими пользуется, неоспоримо. Однако ниже таят в себе скрытые угрозы вашим деньгам. Преступники уже научились похищать деньги с помощью сим-карты вашего старого номера. В Карачаево-Черкесии уже зафиксировано несколько подобных фактов, рассказывает Кази Байбанов. Последнее время в полицию начали обращаться жители республики с заявлениями о том, что с их банковских карт были похищены деньги. При проверке выясняется, что потерпевший сменил номер своего телефона, к которому была подключена услуга «Мобильный банк». Клиент обязан сообщать в течение недели о смене номера телефона, к которому подключен «Мобильный банк», потому как наши сотовые операторы по высечению некоторого времени никогда не пользуются, перепродают номер и заново. В случае, если подобная симка попала в руки человеку, склонному к совершению преступлений, он может переводить чужие деньги на свой счет. МВД Республики сообщает, что подобные действия квалифицируются уголовным кодексом как кража, и виновного ожидает уголовное преследование, наказание и неприятный факт в биографии. Во избежание случаев данного преступления необходимо при смене абонентского номера, на который подключена услуга «Мобильный банк», отключать ее или же переключать ее на тот абонентский номер, которым вы намерены пользоваться в последующем. Кроме краж, нередкие мошенничества с подключением «Мобильного банка». Преступники по телефону предлагают своей жертве воспользоваться услугой и инструктируют, что делать. В итоге потерпевший подключают опцию не себе, а на мобильный номер мошенников. Разумеется, в дальнейшем злоумышленники похищают деньги своей жертвы. Рекомендация проста – все манипуляции с картами производить только в банке. Технической поддержкой пользоваться только по номеру, указанному на самой кредитке. Кадим Байбанов, Павел Денисов, Весть Карачаева, Черкесия. Сегодня день ГИБДД. Многие дорожные полицейские отмечают профессиональный праздник на рабочем месте, ведь основная их функция – обеспечение безопасности на дорогах и сохранности человеческих жизней. Сегодня наша съемочная группа присоединилась к одному из экипажей ГИБДД, несущих службу на дорогах Черкеска. С нелегкой работой дорожных полицейских знакомился Алихан Лепшоков. Трудно переоценить роль ГИБДД, так как с каждым годом растет численность транспорта. Все более интенсивным становится движение на дорогах. Работа инспекторов крайне сложна и очень востребована. Инспектор ДПС Черкеска Хизер Ардоков вот уже 15 лет следит за порядком на дорогах родного города. Работа ГИБДД Хизер устроился сразу же по возвращению из армии. И свою работу хранителя безопасности дорожного движения он не променял даже на более перспективные профессии, двери в которой ему открывало экономическое образование. Нравилось, не знаю, до сих пор не жалею работы. Цель любого сотрудника полиции, в частности ГИБДД, это безопасность людей. На дорогах, которые находятся, транспорт, чтобы пробок не было, соответственно нарушителей выявлять, не допускать. Жизнь людей охраняем на дорогах. Вот наша основная задача. По словам Хизера, аварии в основном связаны с превышением скорости машин, а также с вождением в нетрезвом состоянии. Такие нарушения жестко пресекаются принципиальным автоинспектором, строгость которой так не нравится лихачам, возможно, сохранит их же жизни и жизни их вероятных жертв. Новый сотрудник ГИБДД Аслан Малхозов всего второй день на работе и признается, что рад быть напарником такого профессионала, как Хизер. Я сегодня ухожу на второй раз. Сегодня я вышел на маршрут с Ардоковым. Ардоков, он очень грамотный в своей работе. Мне очень приятно, нравится с ним работать, так как он мне показывает, как что делать, как работать. Безупречную службу Хизера Ардокова ведомство отметило медалью, но самая главная награда для него – безопасные дороги и живые и здоровые водители и пешеходы. И в этот праздник Хизера желает всем сотрудникам ДПС, чтобы всегда возвращались живыми в свои семьи. История знает множество примеров, когда полицейские за свою принципиальность платили собственность жизнью, а автовладельцам проявляют уважение друг к другу на дорогах. Алихан Лепшоков, Алий Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Юбилейный день рождения – это своего рода подведение итогов пройденного жизненного пути и повод еще раз встретиться с друзьями. В 70-летие отметила знатная труженица со множеством высоких званий Мария Черкесова с торжественного вечера за Рима Карданова. Многое определяет судьбу, иначе как объяснить, что Мария Черкесова родилась в такой период года, когда все живое тянется к солнцу, в дни, когда дозревают хлеба, наливаются клубни картофеля. Она связала всю свою жизнь с работой на земле. Мария Никогда не жалела ни сил, ни здоровья, посвящая себя сельскохозяйственной отрасли и добившись на этом опытеще больших результатов. Рука ваша не устает творить добро. Неотъемлемой частью ваших профессиональных способностей всегда были и есть порядочность, способность отходить к людям, профессиональная дипломатия, проводившая любое серьезное решение к логическому завершению в интересах дела. Неутомимую труженицу, знатную звеньевую, картофелеводческой бригады совхоза Хабецки пришли поздравить представители Народного собрания и Министерства сельского хозяйства Карачаева Черкесии. Правильная отмышана, от себя лично служит у нас на фокусах, угробная уделяется, как говорят, что я в Альберруховском. Половина жизни молодей, это половина жизни 20 лет назад. Еще службы, радости, связаны с моими друзьями, дочкой. Все, что думает Министерство сельского хозяйства Карачаевской Республики, лично меняет и написано здесь. От себя хочу добавить. Мариат, спасибо тебе, что у нас есть такая, переедет, и в хозяйственном производстве Карачаевской Республики. Не зря, говорят, хлеб всему голова. Эту народную мудрость Мариат Черкесова очень хорошо понимала с детства, а потому знала, что ее труд приносит людям большую пользу. Страна очень высоко оценила деятельность Мариаты Муссовны. На ее груди сияют три ордена трудовой славы, что сравнимо со статусом героя социалистического труда. Она была депутатом Верховного Совета РСФСР различных созывов. Знатная передовица сельскохозпроизводства говорит и сейчас. Мне и сегодня не дает покоя зов земли. Она будто шепчет. Я умею благодарить и одаривать щедрым урожаем. Вы только любите землю и работаете без устали. Завема Харданова, Мухаммеда Шибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Хабейский район. Завершился первый поток в летнем лагере британской школы LanguageLink. Ребята не только смогли отдохнуть и посетить множество различных мероприятий, но и закрепить свои знания английского языка. Смотрите подробности. Провести каникулы не просто развлекаясь и отдыхая, но и в легкой естественной, а того необычной, эффективной форме, изучая английский, предлагает вашим детям летний лагерь британской школы LanguageLink. Каждое утро в лагере у ребят начинается со здоровительной зарядки, хореографии на английском языке. Ребята не только просыпаются, но и повторяют пройденный материал, после чего у них два часа английского языка. В течение всей смены ребята посещают различные мастер-классы. Так они побывали в рекламном агентстве и воочию видели, как производят баннеры и многое другое. Также ребятам показывал мастер-класс шеф-повар пиццерии, и каждый из ребят под пристальным присмотром шефа смог самостоятельно приготовить свою именную пиццу. Каждый день у ребят достаточно насыщен. Они узнают много нового, играют в развивающие игры. В один из дней ученики английской школы LanguageLink посетили и нашу студию телевидения. Ежедневные прогулки на свежем воздухе и изучение английского языка в непринужденной обстановке помогают ребятам провести весело, используя летние каникулы. Нам все понравилось. Все! Все! Лена Слинкинг – это класс! LanguageLink собрал всех нас! We can play and we can dance! Come on, children, join us! Валерия Дагужиева, Алибек Ишеров, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был четверг. Карачаева, Черкесия. Ждите вестей. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 плюс 18. Днем 23 плюс 28. В горах ночью 8 плюс 13, днем 17 плюс 22. В Черкесии переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 плюс 17. Днем 26-28 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова